МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом говорю. И нагибаться нельзя, и руки задирать, и вязать нельзя. Ничего нельзя. Только приятную музыку слушать и отдыхать. Как доказать будущим бабушкам, что беременность – не болезнь, и можно проводить ее активно? Вопрос от нашей телезрительницы Светланы. Сегодня мы говорим о том, как подготовиться к беременности и родам, чтобы беременность стала удивительным и приятным приключением длиною в 9 месяцев. Чему надо следовать? Традиционным взглядам наших мам и бабушек или современному видению врачей попробуем разобраться вместе с нашими гостями. Дарья Северинова – врач-невролог и руководитель Школы для будущих мам. Добрый день. Добрый день. И Наталья Фролова – специалист по эвритмии и народным традициям. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060 с вашими вопросами. Может быть, вы сейчас готовитесь всей семьей к беременности, может быть, вы сейчас как раз-таки на самом старте, в начале пути. Вот ваши ощущения, как вы собираетесь преодолевать сложности или, наоборот, приятные моменты. Расскажите нам, боитесь ли вы родов. Тоже звоните нам, очень интересно. Звоните и, конечно же, пишите нам на Секью. Озвучу все ваши вопросы, все ваши комментарии. Мы их также прокомментируем. Для начала, Наталья, сразу к вам. До того, как мы прокомментируем вопрос, пожалуйста, объясните нам, что такое эвритмия. Эвритмия – это современный креативный вид искусства. Он зародился не так давно, 200 лет ему всего. Можно сказать, что такая лечебная гимнастика с элементами хореографии, с элементами какими-то музыкального движения и поэтического движения. То есть, грубо говоря, что-то такое сродни йоги, цигун, но под музыку. Под музыку, под стихи. Да, пластика, такая живая пластика. Для того, чтобы просто нашим телезрителям было понятно, потому что я, например, с такой специализацией сталкиваюсь впервые, поэтому мы пытаемся вам объяснить. Ну, давайте объясним, прокомментируем. Наши телезрительницы Светланы, ну вот, скажем так, затюкали ее мамы. Я так понимаю, мама мужа, своя мама. Вот что, ничего нельзя. Вот разве ничего нельзя во время беременности? Многое можно. Беременность – это естественный природный процесс. Так было всегда. Если есть какие-то ограничения для женщины, то это скажет ей акушер-гинеколог. А в остальном можно ей жить обычной жизнью. Единственное, что максимально избегать различных стрессов. То есть это негативные различные эмоции, избегать по возможности болезней, смотреть, опять же, всякие источники, где страшная информация идет. А так обычный образ жизни, движение, как обычно, питание. Это тоже скажет. То есть тот же самый спорт можно, в принципе, продолжать, если не гинеколог не ограничен. Спорт – это уже обсуждается с гинекологом. Смотря какой спорт, обычно профессиональные спортсмены на период беременности все-таки свою карьеру останавливают. Но все-таки в последнее время очень много говорят о том, что к беременности, как к состоянию, приятному состоянию, нужно обязательно готовиться для того, чтобы она как раз-таки очень комфортно протекала, чтобы ребеночек родился здоровым, чтобы он был естественно долгожданным. Ну вот что в себя включает подготовка к беременности? Кроме вот тех самых рекомендаций акушер-гинеколога, витаминки? Вообще, во-первых, готовиться к беременности нужно еще до беременности. И как только женщина узнает, что она беременна, она должна уже много чего делать, думая о ребенке, который развивается. Поскольку особенно в первый период, первый триместр, очень быстро идут процессы формирования органов и тканей. И любой стресс, ну я дальше скажу, что такое стресс, он нарушит формирование органа. Клеточек у ребенка мало внутриутробно. И при стрессе они могут погибнуть. И как следствие, в первую очередь, будет страдать центральная нервная система. То есть и другие органы тоже. И это сохранится на всю жизнь человека, эти дефекты. То есть получается, к подготовке к беременности, к старту беременности нужно очень серьезно подходить. То бишь нужно думать о том, какую еду вы кушаете. Еда может содержать различные химические элементы, которые не нужны плоду, консерванты и так далее. Это движение, оно нужно обязательно беременной женщине. То есть гимнастика, как подготовка к родам. Это слушание, ну я скажу, да, эстетика вся, она очень положительно влияет на маму. Картины, фотографии, красивые люди. Музыка, искусство, творчество, рукоделие. Это все научно обосновано на сегодня. Это рекомендовано. И во всех культурах говорилось об эмоциональном покое. Женщине нельзя присутствовать на похоронах, скандалить ни самой, ни мужу с ней. То есть оберегать ее максимально нужно в этот период. При этом вот эвритмии нам что-нибудь подсказывает, рекомендует? Вот на стадии подготовки, в начале беременности что-то вот можно? Нам рекомендуют традиции, в большей части. А традиции рекомендуют очень важные вещи. Во всех культурах, вообще во всем мире, роженица будущая, да, женщина, которая только вот она захотела стать матерью, ее помещали в определенные общины. Были определенные общины, да. Вот сейчас мы видим картину, это японская картина, очень старая. 13 век, уже тогда все беременные женщины приходили для того, чтобы попеть, порисовать, лицезреть красивые картины природы, посмотреть на спокойную воду, послушать звуки природы. Мы собирали в специальном месте, как сказать, такой детский сад для будущих мам, можно сказать. Вот была перед этим картина, там были индийские женщины, которые до сих пор, у них есть такая традиция, шествуют с музыкальными инструментами, в поверии, что будущий плод, он воспринимает звуки музыки, и тем самым успокаивается, и в то же время принимается одновременно в общину. То есть в любой культуре, в русской тоже, будущая мама, она должна была не только заботиться о своем теле, она должна была заботиться еще о душе, о душе, не только о душе своего будущего ребенка. А для этого все, что прекрасно звучит, все, что прекрасно выглядит, все, что прекрасно сделано руками, оно положительно влияло и на мать, и на плод. То есть рекомендовано. Все, что связано с искусством, связано с рукоделием, связано с живописью, все наши органы чувств, восприятия должны быть задействованы у будущей мамы. Но при этом возможно ли в современных условиях настолько себя от негатива убрать? Сейчас нет у современной женщины возможности уйти в какую-то там общину, чтобы ее окружало только прекрасное и замечательное. Конечно. Каким образом тогда помочь своему малышу в будущем? Ну, мне кажется, что, во-первых, это может быть семья, да, во-первых, это семья. Это можно делать дома. Самое простое, что можно повесить какую-то красивую картину у себя в спальне, чтобы каждый раз засыпая или просыпаясь, мама наполнялась вот этой красотой палитры, красотой самой композиции, да, картины, ощущение материнства будущего. Потому что на картинах, вот они такие, как Рафаэль сейчас нам показывают, вот это ощущение материнства, оно изнутри идет, как духовная сущность для будущего малыша. Но все-таки женщине с какого момента нужно готовиться? За год, за полгода, три месяца, две полоски увидела, три недели ребенка. Ну вот где вот этот момент, когда нужно уже прям вот, ну, сосредоточенно заниматься этим настроем? Опять же, сложный вопрос. Если смотреть в культурах, то это начиналось, как только, ну, можно сказать, рождался человек. Через игры детские, через обучение взрослыми женщинам маленькую девочку, она уже с возраста девочки готовилась быть матерью, она, плюс было много ограничений по различным вредностям, которые на сегодня есть в обществе. А сегодня можно дать такую рекомендацию, но ее сложно женщине выполнить. Поэтому если она еще планирует беременность, то ей лучше, вот она только подумала, я хочу быть мамой, ей лучше прийти к специалисту, и акушеру, например, да, спросить, вот что мне нельзя, да, курение однозначно нельзя, алкоголь нельзя, некоторые продукты тоже нельзя. Если вы уже узнали, что беременны, как только узнали, сразу ищите источники, где вы можете получить информацию различную, как себя защитить и свой плод во время беременности. На сегодня мы сталкиваемся с тем, что женщины до 30 недель трудятся у нас, и в 30 недель они звонят и спрашивают, не рано ли мне еще готовиться к родам. То есть домината стоит, мне нужно подготовиться к родам. Но проблема ведь еще стать матерью и сохранить семью здоровой, потому что появляется новый человек в семье, который требует на себя все внимание. Родители к этому не готовы, и психологи говорят, что проблема – это распадают супружеские пары, потому что просто к этому не готовы. Говорят, что появление ребенка – это своеобразный катализатор. Если есть какая-то минимальная трещина в семье, то семья полностью расходится. Если эта семья крепкая, то ребенок объединит. Ну это один из социальных страхов, которого сейчас затронули, тема социальных страхов. Почему вообще женщины современные боятся рожать? Очень много молодых девочек, которые в школе прошли вот такую школу интересную, где им все физиологично и красиво расписали, как этот процесс происходит. Они боятся даже беременеть. Это такая беда у нас есть. Как эту боязнь преодолеть, скажем так? Преодолеть. Потому что страхов, ну вот на самом деле мифов очень много. И вот когда я была в ожидании своего сына, вот я наслушалась столько историй, что какой-то ужас, какой-то страшный. Я помню, как моя мама категорично сказала, так, никого не слушаем, все будет хорошо. Женщины испокон веков рожали, и все было нормально. Вот как настраиваться? Ну у вас мама настоящий психолог, можно сказать. Она поступает очень правильно. То есть важно молодой или будущей маме именно позитивный настрой. Не смотреть негативно, не слушать какие-то слухи. Пойти к врачу раз, посмотреть информацию не у подруг, а сходить в настоящие центры, где готовят мам, где работают специалисты. Лечебные гимнасты работают, работают музыканты, работают арт-терапевты. То есть такой набор специалистов, который может адекватно и правдиво рассказать о твоем состоянии. То есть не слушать слухи для начала. Это самое простое. Тария, вы сказали, что вот выходя в декретный отпуск на 30-й неделе, женщины звонят и спрашивают, не рано ли? И вот тогда вы, как руководитель школы, идеальная рекомендация, в какой момент все-таки прийти? Позволяет время, предположим, посещать занятия, позволяет финансовое положение. Вот когда? Идеально, хотя бы чтобы получить информацию, как только женщина узнала, что она беременна. Что ей можно дать? Во-первых, все рекомендации могут быть от, скажем, если о нас говорить, это ученый. Он скажет о вредности. Очень много заблуждений, что много, что можно, что нельзя. Опять напомню. Какие заблуждения? Ну вот самый распространенный миф по поводу беременности и курения, например, что якобы нельзя бросать курить, потому что ребенок будет испытывать стресс во время, если уж так случилось, что вы забеременели в этом. Да, негативный голод. Вот это, насколько я знаю, полнейшая ерунда вообще. Вот я скажу, поскольку мы столкнулись и среди медработников, и женщин с проблемой незнания о том, курение при беременности, алкоголь. Мы сделали научный обзор за много лет, да. И уже, например, по поводу курения, работы о вредном, о влиянии на организм беременной и людей не ведутся 20 лет, а работы ведутся о том, как людям рассказать, что курение вредно. Алкоголь. Та же ситуация. Доподлинно известно, что вредно, а как донести решение? А как донести — это сложно, к сожалению. Алкоголь, он является ядом, это наука говорит, и не выявлено того количества, которое бы оказывало благотворное влияние, тем более, на беременную женщину. Алкоголь, особенно на раннем первом триместре, он как раз и вызывает то, что творится сегодня во многих интернатах и так далее. Различные аномалии развития ребёнка. Да. Причём это не то, что ты напился, это незначительное количество употребления спиртного, даже вина. Это запрещено делать. Это было запрещено делать во всех культурах. Мы тоже смотрели. Китай, Япония нигде не разрешалась. Нигде не разрешалось. Женщины в репродуктивном возрасте и на Руси тоже, и в христианстве тоже употребляют спиртное. Потому что они уже тогда знали, что детки будут рождаться больные, с уродствами даже. Ну опять-таки, я, предположим, пришла к вам в школу, вы дали мне рекомендации, что вот это вот нельзя, вот это можно. Это касательно питания, образа жизни. Двигательная активность. Ух, двигательная активность – это очень позитивная и важная вещь для беременной. Можно двигаться по-разному. Можно двигаться музыкально, можно двигаться спортивно, можно двигаться лечебно. Смотря какой вид движения для дамы нашей беременной нужен, необходим будущей маме. В основном, конечно, это спортивное движение и музыкальное вот у нас в центре. Спортивное движение – это гимнастика, йога, какие-то упражнения, которые помогают расслабиться маме, помогают растянуться, настроить весь организм, мышцы, приспособиться к новому состоянию. И самое главное в этом смысле – поддержать ее тонус, жизненный тонус, улучшить ее качество жизни, как сейчас модно говорить, в этом состоянии. Но при родах это все обязательно скажется. То есть они будут говорить «тау-шня, тау-шня, тау-шня». Ее организм уже будет знать, он уже будет подготовлен за то время, которое она ходила на гимнастику. Потому что упражнения, которые там даются специалистами, они помогают правильно заранее этот навык получить. Расслабление, сжатие, сжатие, расслабление. А музыкальное движение… Перебью, прошу прощения, потому что у нас есть звонок. Сначала примем, потом продолжим. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ой, к сожалению, не дождались. Ну, я надеюсь, что вы еще перезвоните, потому что время еще есть. А пока мы тогда перерываемся на небольшую рекламную паузу, ну, вы, дорогие телезрители, звоните 469060 и пишите нам на Секью. Буду читать ваши сообщения. И не переключайтесь.